добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня продемонстрируем как можно обновить v221 приборную панель это касается в основном машин 2005 2006 года изредка 2007 где софты совсем не поддерживают амг меню для того чтобы у вас при активации отображалась амг меню нужно обязательно обновить софт запускаем наш даст центре подключаемся к машине в данном случае используется openport 2 еще раз повторяю это обновление нужно для для того чтобы можно было обновить и установить инжи меню убираем легковой автомобиль сначала пытаемся обновить на автомобиле приборную панель но как правило это не удается через openport потому что у него проблема с обработкой данным ограничены по скорости то есть скоро обмены скорость обмена данными openport слишком низкая она отличается от c4 по c4 старых и даже скаматика по скорости обменных данных но иногда получается но обычно это приводит к увалу если это делать через openport на машине убираем наши автомобили из 500 на этом автомобиле активирована мж меню 360 километров но так как софтов нету приборной панели они старые то соответственно не произошло активация мж меню поэтому мы обновляем софт не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки писать комментарии озвучивайте что вы хотите увидеть все можем показать нужно понимать некоторые вопросы самое главное здесь нет однокнопочного решения которые бы нажал и у вас появилось амг меню или что-то такое мы играем блоки управления приборную панель как уже говорил здесь приборная панель ки-221 машина 2006 года писать 500 и в 221 прописываем номер выбираем оффлайн центр и мы используем 16-го года с настроенным оффлайном подкинутыми сиди флешами правильными нажимаем f2 эту приборную панель через оба т2 не удалось прошить она легла в бут пришлось ее снять и на всегда через видео она просто прошивается ну как видите оффлайном она вполне прошивается нормально вот новые софты показывает даст у нас есть для этого по времени это занимает 70 минут где-то так и есть час 10 час 20 и openport спокойно шьет приборную панель на столе без всяких проблем особо начался процесс прошивания при этом приборная панель будет светиться белым цветом на ней не будет никаких надписей периодически она будет перезагружаться и будет появляться там уже до видим здесь видим здесь обновление происходит на столе обыкновенный компьютер соединено по проводочкам openport на столе компьютерный блок питания зарядного устройства блок питания компьютерного на выходе 12 вольтовый и видим что у нас прошивается приборная панель ничего сложного на самом деле нету в этом можно самостоятельно нужно всего лишь пять проводов и сопротивление подключить к openport правильно и прошиваться обновляем софт ждем пока закончится обновление видим здесь моргает напряжение 12 вольт показывает или и 17 показывает проблема в китайском openport некачественная сборка из-за этого показывают такие трампы с напряжением процедура не быстро еще раз повторяю среднее время это час двадцать где-то но все можно сделать надо ничего бояться все прошивается спокойно и активируется также эта панель была вынимена и привязана последующим все это мы можем сделать удаленно нападясь за многие тысячи километров не забывайте подписываться на наш канал еще раз перед тем как что-либо делать обязательно сохраняйте кодировки это можно сделать через видео амма смотрите видео по видео амма по настройке там неоднократно показываю как можно сохранять настройки нужно подойти просто к этому более детально и сначала изучить информацию как это делается и потом можно смело браться и делать это если вы не изучили информацию то лучше этим не заниматься дать это сделать специалистом наверняка они найдутся в вашем городе 221 мостедес не самая простая машина с класс можно нагородить огород навалить блоков поэтому делаем все аккуратно не спеша вникаем процедуру и и уже потом прошиваем видим что у нас уже заканчивается прошивка панель будет перезагружаться сейчас еще раз говорю что это все делается на столе не забываем подписываться на наш канал вот видим панель перезагрузилась амг активировала снизу мы видим надпись амг шкала поменялась на 360 километров стало с панель перезагрузится и можно будет ее установить обратно в машину сейчас у нас сцен программирование происходит сбрасывает ошибки внимательно отслеживайте информацию которая подается на youtube канале некоторые каналы дают непроверенную информацию после этого машина уваливается поэтому внимательно смотрите что делается как делать и самое главное что умеет этот человек который показывает вам такую информацию видим что у нас scn кодирование он просит мы не будем проводить scn кодирование потому что мы и сделаем это вручную нажимаем в данном случае у нас заполняем форму вайм f2 при желании на самом деле здесь уже закончена прошивка scn кодирование мы уже как говорил будем делать вручную но нам не понадобилось так как кодировки у нас никакие не слетели перед этим мы все сохранили если в случае каких-то проблем можно поправить это всегда руками будет еще раз повторяю всегда перед тем как что-либо прошивать сохраняйте кодировки только после этого уже начинайте что-то шить заканчивая приборка делается сброс панели на этом у нас закончилось видео спасибо всем за внимание до новых встреч до новых встреч